Уйду в звездопад И на ад зовется Прессы на звенья Ну что, начнем наш тренинг С ног Готовимся по жиму лежа Но начинаем с ног Почему? Потому что я еще занимаюсь На тренажере И мне нужны Суставы здоровые А тут левая толчковая Начинает вставать И правая половина тела у меня сильнее И когда смотришь, что там ты делаешь Видишь, что правая упирается Левая нет Гриф этот скользит И уже из-за неравномерности усилий Возникают Разного рода какие-то травмы Пока мыкро А потом могут и макро А зачем? Мы как раз вот это сделаем Сделал первый подход Что еще хочу сказать Вроде бы я вот так вот загорелся Думаю, подготовлюсь Через полгодика, так сказать Пойду тут на рекордик Амбиции, так сказать Имеется еще А здоровья-то не хватает После этого Чувствую Вот что я там делал Может она совпала Там так Сердце давит, 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 давит И я следующую тренировку не делал Вот уже Долго Ну думаю еще разок Сделаю, посмотрю как Как организм реагирует Потому что одна тренировка На тренажере Гравитационный гимнастик И плюс еще Вот Как бы это было Не чересчур Для старикана Цукерман Чувствуй Рах можно подумать ну что тут за вес 15 килограмм вроде бы очень мало и особенно для молодого некрепшего уму человека это показывается ерунда да надо тут полтинник подвесить операции так далее чем хорошая старость тем что в обычной жизни обычный человек и этого не делает и в результате вот эта вот нагрузочка главное чтоб она была регулярно является тем стимулом который будет поддерживать суставы ног и мышцы вполне нормальном состоянии и такой нагрузки вам в повседневной жизни нету поэтому это будет даже чрезмерно поначалу где-то раз 90 я сделал 100 два подхода считал два по 30 первых не считал все хватит без фанатизма это очень важно редко кто мои годы занимается подобными вещами теперь у нас тяга блека вес прежний сколько там 10 40 45 килограмм 40 наверно 7 может чуть больше парочку подходиков заделаем «Охом» «Охом» Сейчас иду, чувствую, ножки подналились Хорошо не поработали коленные суставы То есть дал им нагрузку, целенаправленную нагрузку И это очень хорошо Потому что когда мы с вами занимаемся Важно понимать, на что мы даем нагрузку И чувствовать эту нагрузку Именно в тех мышцах, которые мы с вами пытаемся развить Если там ничего нет, а мы там пыжимся Да, грош цена таким занятием Это будет называться ОФП Общая физическая подготовка Что-то вы делаете в общем и целом Хорошо! 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 Конечно! Хорошо! 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 Идем! Хорошо! 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 слишком рвать не надо так но теперь сделаем вот такое вот упражнение двойное подъем на бицепсы и жим сюда совместим это упражнение ну вот вроде как я восстановился это хорошо височек 8 кг и раз по 15 разомнем плечевики а а а 15 разков, можно так сказать, кардио тренировок. Как раз хорошо у нас уставчики, все их промнет, промнет, продерет, разомнет. И это хорошо будет. Повторяю, в который раз. Обычный человек, тот, который начал уже работать, у которого уже семья. И я, в большинстве случаев, он уже физически не занимается. И вот если регулярно давать нагрузочку, а тынки пускай по 6 кг, по 8 кг, это будет отличное подспорье. То есть физическая нагрузка будет сохранять определенную мышечную массу. Организм к ней приспособится. Если мы не даем никакой нагрузки физической, он приспосабливается к тому бытовому уровню, на котором мы и находимся, физической нагрузки. Вот поднимаем там, грубо говоря, излитка 5 кг, вот он на 5 кг и приспособится. Зачем ему мышцы носить там, какие-то там такие, которые человек там подготовил на 100 кг? Нет, не надо. Вот, ну во всем должна быть мэра. Зачем ему мышцы носить там, где-то там, где-то там, где-то там. Зачем ему мышцы носить там, где-то там, где-то там. Зачем ему мышцы носить там, где-то там, где-то там, где-то там... Субтитры сделал DimaTorzok Как я говорю Я пишу Без всяких Элементов монтажа То есть просто две камеры Я беру либо одну камеру Либо другую камеру Общий вид у меня И конкретный вид Вырезать промежутки не буду Чтоб вы видели Сколько длится тренировка Что я на ней делаю Как отдыхаю И так далее Если вам будет интересно В данный момент Самочувствие Хорошее Ну Опять таки Везде надо умеренность Не надо сразу с этими сцепляться 14 кГц Раз на 8-10 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заделали На этом закончим Следующее у нас будет отжимание Отжимание у нас Как говорится Так себе Вообще Жимлёжа у меня Не особо так Шёл Знаете вот Есть Человек занимается А у него На быстром приседания Он там Минимум делает А у него Растут Другой там Тягу делает Немножко Она у него растёт Очень хорошо Вот этих я знаю Жимлёжа Растёт Хоть он особо ничего не делает Для этого специально Но тем не менее Если что-то специально делать Целенаправленно То Несмотря на то Что это было слабое Вы её подтянете До Вполне Хорошего уровня Итак Отжимание у меня Крайне слабое Поэтому я тут Отжимаюсь Очень своеобразно Тонус хороший Тонус хороший Тонус хороший Когда тонус хороший То есть человек Достаточно отдохнул Восстановился То как раз Вот У него так называемая Нервно-мышечная связь Очень хорошая Посылается мощный импульс Жиг И человек Можно так сказать Прёт Кота Психической энергии Мало Человек Не восстановился Плохо спал Перенервничал Ещё Ещё Там что-нибудь Такое Тут Это Нервно-мышечная связь Слабенькая Импульс Посылается Маленький Не тот Как хотелось И так Получается Какая-то ерунда А когда Отдохнул Спортсмен То чувствует Восстановился А то Даже Ты сверху Восстановился Чувствует Что Он готов Рвать И метать Рвать И метать Метать И рвать Чувствую Трицепс Уже Начал Наливаться Забиваться То что Надо Вот Ну хватит Отжиматься Хватит Отжиматься Надо Слеганца Восстановиться И настроимся Теперь Нажим Неже Если На этой Тренировочке После Тренировочке Я почувствую Все нормально Все это Так вот Хотя Я почувствовал Что Хорошо Восстановился Несмотря на то Что Сердце Не совсем Была Так сказать То есть У пожилого А тем более Старого человека Вроде меня Под конец Седьмого Десятка Там уже Куча Хронических Болезней Разного Рода Скрытые Инфекции И все Это Вместе Толком Не дают Заниматься Как вы там Восстанавливаться Вот И когда Мы С вами Восстанавливаемся Более Менее Наш Организм У порядки Спасибо Зарядке То Естественно Не тот Уже Обмен Веществ Не тот Уровень Гормонов Но тем не менее Как-то Организм Откликаться Может И тут Получается Целое Искусство Научиться Правильно Тонироваться Так Я Поднимал На тех Занятиях 25 Кг Потом 30 Моя задача Моя задача Так Вот Сколько Это весит Сейчас Мы еще разок Завесим Моя задача За счет Объема Если все Нормально Со здоровым Создать Базу На которую Дальше Можно Что-то Построить Либо же Она сама Сработает Итак Я принес Весы Весы Принес Такие Знаете Они тут Где-то Тара Мара Либо тут Батареи Разределись Ну ладно Я Подвешу А поскольку Что-то У нас Было Итак В качестве Прогресса Мы Повесим Вот эту Штучку Возможно Это Где-то Наверное Будет Ну Полкилограмма Может килограмм Может Вот это Все На один Килограмм Ладно И погнали Наша Задача Сейчас Сделать Так сказать Объем Чтобы организм Понял Что ему Предстоит В этом Направлении Развиваться Размяться Размяться Мы Размяюсь Ох ты Как она Оторвалась Отлично 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 Наша Наша задача Без Хванатизма Путем Добавления Вот таких Микродоз Наращивать Объем 15 раз Сделали Приходил на помост А потом Заходил Подмал Опускал И медаль Привозил Подмал Опускал И медаль Привозил Это у меня такая песня была Она есть Выходил на помост Молодой Первый Тяж Трепетали Блины Игрев Гнулся Выходил Подымал Подымал Опускал Из попетой Домой Он вернулся Выходил Подымал Подымал Опускал И с попетой Домой Он вернулся Сардынька Работаем Так Важно еще Что мы сейчас делаем Мы сейчас Нарабатываем Движение Траекторию Движения Силу В этом движении Как должно Что идти А мы кузнецы И дух нашей Молод Куем и счастье Ключи Снимайся Выше 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 Натяжки Молод 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 Ставь мою грудь Сильнее И стучит И стучит Лямки Которые я Сшил Которые я Сшил Надо Их Будет Переделать Болтаются Видите Надо будет Их Сделать Меньше Меньше Та-ра-ра-ра-ра Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра Слишком большие Уменьшить Довольно-таки Значительно Идем на Третий подход Идем на Третий подход Итак, нарабатываем правильную траектору движения, а далее уже в ней качаем силу. Третий подход, видите, опа, вывернул, и пошли туда, отлично, отлично, три подходика сделали, да? Это мы сделали 45, сделаем четвертый подход. Продолжение следует... Итак, что я сейчас делаю? Я сейчас нарабатываю объем. Это очень-очень хорошо. Нарабатываю объем. Вот, то есть идет пахота. Никаких каких-то там веществ, любых веществ там, витаминов, сухарей там и прочего-прочего-прочего там я не употребляю. У меня это яйца, мясо, каша, картошка, там зелень, чай-кейс, трава, немножко когда-то там сухофрукты, ну и такое, и такое прочее. Итак, объем. Вот это и есть пахота. Патальна такая. 60, сейчас будет подъем. Это очень хорошая работа, дана организму, и он уже к ней начинает готовиться, привыкать. Разложили лопатки и опа, вывернули локотки. Обыскаю. 60 есть. И вот когда вот это движение делается, уже, как бы сказать, сама траектория движения, сама энергетика, все, знаете, как бы сказать, собирается и работа мышц, и стреляет в том направлении, в том направлении, как надо. Так, далее у нас идет следующий жим. Итак, 4 подхода, значит. 60 раз мы сделали, и теперь, можно вот так сказать, добьем до сотни, чтобы для того, тренировка примерно была, 100 где-то подъемов в жиме лежа. Чтобы это движение сложно нарабатывалось. Так называемый военный жим лежа. Мы кузнецы, и дух наш молод, куем и счастье, и ключи. Снимайся выше, 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 на стяжке, молот, молот, молот. Усталенную грудь сильней, стучи, стучи, стучи. Восстановим дыхание, не будем гнать волну и прочую пену. Ну, достойничка. Чтобы закрыть стойник, мне надо сжать по 13 раз. Один подход сделать на 14. Ну и начнем. Военный жим лежа. То есть на русском пойдет больше на руки. Нам нужны на кучу руки. Отлично. 14 раз. Осталось 2 по 13. Так, и вот эти лямки. Лямки, да? Насколько эти лямки меньше. Насколько они меньше. Так. Раз. Меньше. То есть они тогда еще должны быть меньше, что ли? Меньше. Раз. Раз. Ну, вроде бы вот так вот хорошо. Ну, начинаю тянуть, что-то, что-то не то получается. Что-то не то. Хотя вот, должно быть так, как надо быть. Руки не держит веса. За 400 переваливается. Килогерц. И все. Рука разжимается. И скорее всего перестал качаться. Кисть ослабела. Я думаю, что такое? Раньше же я ей 500 держал. В обычной лямке. А сейчас ослабела. Второй подходик. Р 뿌�ppa. Рыбат. 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 ВСР 13 Хорошо хорошо грудники так сказать начали наливаться если сейчас покажу грудник по многим обморок попадают особенно женщины тем временем тренировка длится уже 40 минут это хорошо не более часа не более часа это очень нормально так вот там 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 Задимайся выше, 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 на тяжкий молот, молот, молот. Остальное бороться до нее. Чисто, чисто, чисто. Отлично, отлично, с жимом в лежме закончили. Так, так, хотелось бы еще покачать бувень, бувень-пувень, бувень-пувень покачать. Кажется, что это за качок, если он бувнерезы не качает. Так, 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 так. Ну ладно. Самый чистый подъем на бицепс, где читинг невозможен. А то привыкли там с разного рода ерундой все это делать. Что делать? Бувень-пувень. А-а-а-а-а-а-а. Давно не пил это упражнение. Как бы сказать, отвыкли руки упираться, где они должны упираться. Каждое упражнение, которое мы делаем, так или иначе, вызывает в организме... Или показывает организму, как надо напрягаться, чем надо тянуть. Восстанавливается она, конечно, побыстрее, когда человек занимается. Кто не позанимался, тоже чувствуется какая-то слабина в этом движении. Вот в жиме лежа я уже не почувствовал мелкой дрожи у руках. Уже так. А это вот первый раз после долгого промежутка. Чувствуется вес тут 27 килограммчиков. Ну и хватит движения новое. Как говорится, подзабытое. Новое, подзабытое. Но тем не менее, целенаправленно пошла нагрузка сюда. Убывные резы. Тренинг подходит к концу. У нас остается живот. Брыжко. Брыжко надо подкачивать. И что еще важно. Вот вы собрались примерно, грубо говоря, на час. Час проработать, чтобы вы ни на что не отвлекались. Там не на девчонок. Раньше в качалке не было девчонок. Теперь тут девчонки. То есть все, пятое, десятое. Сосредоточились. Опачки. И выполнили. Как говорится, на одном дыхании. По пятнадцать раз, не более. Так что еще, конечно, осложняет работу наличие, допустим, песка в почках. Там камни, вжил все в пузыре. Я так по косвенным ощущениям ощущаю, что там вот этот у меня правый бочок поваливает. Что там, скорее всего, имеются какие-то проблемочки. Типа песочка или камушка. Ну ничего, пока работаем. Типа песочка. Музыка. 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 Ну еще подходик Ихарыш Ихарыш Иленовыш Ихарыш Идреновыш Так что мы кузнецы И дух наш молод Куем мы счастье ключи Чуточек отдохнем Не будем это Злоупотреблять Не будем злоупотреблять А понедельник у нас Предстоит Тренинг на тренажеры Горализационный гимнастик Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну что? Я доволен! И вот это очень важно Быть довольным Своими занятиями Своим телом Насколько ты вложил в свое тело Труда Настолько и получаешь Поэтому будь доволен! Если не доволен, бери Значит, встал с постели, сразу же за гантели И пошел, чтоб любая ноша была по плечу Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok